что тут а ну естественно есть тесно нам нужно обязательно глянуть на у нас порадовал соответственно наш любимый да и да то есть соответственно видели да что произошло на часовках смотрим то есть вот вот последний вот этот импульс мы с вами говорили да что он был похож на съем ликвидности такой то есть держали держали начали чуть-то проваливать пометлю потом внутри последний провал потом еще ниже ниже всего да то есть соответственно попытка показать что как бы вроде продергиваем вниз возможно даже в моменте может создать какую-то панику или что-то еще дату и соответственно мы сейчас мы мы Полнице по графикам тут не сильно бешеный ликвид до но тем не менее43 после этого вырвали вверх обновили то есть хаи то есть но сейчас какая то текущая коррекция но в наряду текущих к тому росту, который происходит. Но в целом люди, которые сидели вот это все здесь набирали, дождались этой истории. По факту, на самом деле давление наверх, его можно было оценить через прорывы. Точно так же, как можно было оценить вот здесь давление вниз. И вот здесь давление вниз можно было оценить. Расширяющийся треугольник, кстати, из теории Доу мы Мы знаем, что расширяющиеся треугольники являются фигурой разворота в большинстве случаев. Я, честно скажу, не сильно разделяю эту теорию с точки зрения того, что расширяющийся треугольник является фигурой разворота, потому что, на мой взгляд, четких закономерностей нет. Но в целом, допустим, здесь рынок сходил, то есть вот он заходил сверху, рынок сходил по классике. Я все равно сторонник направления психологии рынка и маркетинговского управления. Есть люди, которые до сих пор верят в то, что рынок – это так называемые все собрались люди, быки, медведи, консенсус, оптимизм, покупок, пессимизм, продаж и все остальное, и вот так рынок формируется. Но я не столь наивен, ну и плюс понимание того, что на рынке происходит, есть давно. И в целом в любой рынок, он двигается через подводочку, через определенные манипуляции. Ну, в целом, что касается ПИКа, то мы знаем прекрасно, что по нему, по нему только у нас возможности, как таковые есть инвестиционные, кстати, насколько я знаю, вроде как ходят разговоры о том, что на одной из крупных миш он начнет торговаться в ближайшее время. Ну, мы, соответственно, как он только будет торговаться, вы об этом узнаете, я все покажу, естественно. Вот, и с точки зрения техники мы посмотрим ликвидочку, и, возможно, мы там с вами будем разбирать аналитику гораздо глубже на регулярной основе, в зависимости от того, как туда нальется как бы ликвидность. Ну, естественно, основная задача наша, да, и ваши, людей, тех, которые меня сейчас слушают, для кого я все это записываю, естественно, это работать с этим инструментом, создавать, соответственно, ее ликвидность. Тогда почему вам это важно, почему вам это нужно по-хорошему? Потому что если все, да, хоть немного зайдут и начнут что-то делать, да, с точки зрения техники, наберется полноценный стакан, наберется ликвидность, и как только наберется ликвидность, соответственно, вы сможете что? Вы сможете активно, там, не только инвестиционно, так говорить, но вы сможете активно разгружать свои позиции, догружать свои позиции, а это значит, вы позволите себе качественное, допустим, управление капиталом. А это значит, как только вы добавляете качественное управление капиталом, вы становитесь более защищены в этой истории.